Здравствуйте, господа сталкеры, или просто сталкеры, сегодня у нас на обзоре книга Вячеслава Шалагина, 13 сектор, несмотря на то, что я говорил, что скорее всего не буду читать, но коли книга лежала, решил всё-таки трилогию закончить. Давайте сразу приступать. Прикольно, наверное, хорошо, но мне не очень понравилось, извините меня, пожалуйста. Это просто пятый класс коллекционной школы, ну ей-богу. Блин, ну что, это просто, ну то есть, я не знаю. По итогу, значит, у нас 10 трупов кровососов, зарезанных человеком с закрытыми глазами. Они проходят через коридор церберов на цепи опять, в моей сны при температуре 38. Попав в мельницу, которую изображал вращающийся над головой бибик автомат, двое мутантов получили переломы обеих рук. Ну, как бы на этом можно было по сути чтение данного ширпотрепа заканчивать. Но, ладно, давайте доведём начатое до конца. Начнём с обложки. Обложка из всего цикла Шалыгина самая плохая. Здесь у нас видно, давайте сверху вниз, и ЧС, да, это понятно. Потом некий такой, как бы, замок. В дверном проёме полтергейст. И потом мы видим, собственно говоря, Лунёва. Лунёв, это, видимо, и Ольга, либо Татьяна. Не знаю, кто из двух женщин-героев находится на обложке. Лунёв не с тем оружием, с которым он всегда, у него винторез, но на всех трёх обложках он почему-то с Калашниковым. Как на большинстве обложек, внизу мы видим колючку, забор, бурьян, значок опасности радиационной. И, собственно говоря, вот помимо Лунёва, да, шахтёрка с пистолетом, почему-то у неё нашивка наёмника. Хотя непонятно, потому что ни один из героев на данный момент событий не является наёмником. Но вообще, не только такие нестыковки у именно данной книги, и у хороших книг тоже есть нестыковки, где у сталкеров есть нашивки кланов, группировок которых на самом деле нет в книге. И не упоминается, что какой-то герой был тем-то именно, например, сталкер Гуппи. У него там тоже, по-моему, нашивка наёмника, но он является сталкером-одиночкой. Ну, вот такие вот есть нюансы. Ну, в общем, из всех шалыгинских книг, пожалуй, данная обложка мне нравится меньше всего. Идём дальше. Автор. Худший из тех, что я читал. Худший, потому что если другие написали свои потуги в одной книге, этот умудрился в трёх. А, переплюнуть эту шизу может, пожалуй, только Силов и, возможно, Недоруб. Но книги Серёги я зарёкся более не читывать. Главный герой, незабвенный и абсолютно конченый персонаж и деятель. Всякой кринжатиной Андрей Лунёв, он же старый. Он же человек, который может зарезать ножом кровососа и ни одного, и псевдогиганта. Ну, так, чтобы не было скучно. Он же может попасть в аномалию и выйти из неё. А также увернуться от пули, сломать мост контролёру, спрыгнуть с летящего на скорости вертолёта в воду и не сломать хотя бы сука ноги. А ещё он хуев ихтиандр. В общем, не человек, а Григорий Распутин, скрещенный с Росомахой из Людей Икс. Другие герои, а нужны ли они вообще, когда у нас есть такой персонаж? Ну, в общем-то, есть. Это Ольга, это Смокер, это Татьяна, она же учёный. Это Бибик, он же военный сталкер, бывший одиночка-бизнесмен всего. Я всего, скаут из первой части, тоже сталкер-одиночка, генерал Остапенко, его помощник Бражников и другие фрики. 99,9% героев в этой книге, как вы догадались, абсолютно неинтересны. Идём дальше. Сначала расскажу сюжет коротко, ну а потом будет разбор сюжета по главам, с моими комментариями. Давайте сначала ёмко. Ёмко. Значит, появился в зоне некий 13-й сектор, и, собственно говоря, туда наших героев и отправляют, потому что у генерала Остапенко возникли вопросы к этому сектору. Всякая там разная чертовщина с ним происходит, и непонятно вообще, как дальше жить, что делать, чинить, чинить и так далее. Но чёткой задачи нет, что с тем делать, и поэтому туда вот отправляют вот этого не совсем разумного человека, который, в принципе, ножами может уработать кого угодно. Нагрузку ему дают ещё, как бы, тоже таких вот прибабаханных, ну, может, они там отъедут уже наконец, и в зоне станет жить получше. В общем, всех, кто в Африков, собирают в одну команду и отправляют в 13-й сектор, который, на самом деле, это какая-то лента Мебуса вообще, какой-то космос какой-то, она вроде есть, вроде нет. С неё легко свернуть, но трудно в неё вернуться и попасть. Вот как-то вот так. И, собственно говоря, эти все люди туда отправляются. Что с ними будет, догадаться несложно, но всё-таки давайте разберём сюжет детально. Далее я буду разбирать сюжет по главам и со своими комментариями. Если вам это неинтересно, вы можете перемотать на вот этот тайм-код, который сейчас появится на экране, и перейти к выводам. Да, в пересказе книги, конечно, будут спойлеры, поэтому, если вы собираетесь читать это недоразумение, я рекомендую вам перемотать. Первый главеном описывает Ольгу, тот самый Смокер из обратного отчёта, который не принимает противозачатночные. Контролёр её, значит, не берёт, она невосприимчива к гипнозам и так далее, но она берёт контролёр. Ладно. Артефакты она тоже терпеть не может, типичная, как сейчас сказали бы, Нита Кузька. Ей снится тот же самый сон, где она попадает во вторую катастрофу и теряет своих родителей. Ну, конечно, ну, конечно, это самая банальная вещь вообще, которую можно было придумать, и она в этой книге, конечно, присутствует. В общем, ей звонит по итогу, вот когда она спит Остапенко, говорит, приезжай, жду. Она не хочет, в дверь стучит соображников, вяжет её и увозит на работу. То же самое происходит с нашим Рэмбой, Андреем Лунёвым, ему тоже звонят, он живёт с Татьяной, и ей звонят, и вообще в этой главе всех собирают в одну единую команду, о которой я говорил. Он также вольный сталкер, синдикат наёмников, перестал вестись на него охоту, которая была во второй книге, тупо забив на него болт, потому что связываться с долбоёбами себе дороже. Андрей Лунёв, он же старый, это никто иной, как, собственно, долбоёб, в моём сугубом субъективном понимании. Подтверждение тому находится уже на 17-й странице этой книги. Не считая себя крутым бойцом, об этом он говорит три книги подряд, но боится он только Стрелка и Мечнос. Вообще, я думаю, чтобы убить эту отморозь, ребятки, нужно приложить усилия, ну, как минимум, всей зоны, и ещё, возможно, из-за периметра подтянуть людей, чтобы его, наконец-то, загасили. Ну, то есть, по-другому, мне кажется, вариантов нет. В общем, генерал Остапенко собирает весь этот сброд. Лунёва, Бибика, Скаута с простреленным лёгким. Это, я считаю, тоже отличный боец, хорошая дыхалка. Ольгу, вот эту вот полумутанта, из первой книги, Татьяну из второй книги, она учёный. Макса Крюгера, он охотился на старого во второй книге. Вроде всё. И говорит Остапенко, что вот, есть 13-й сектор, лента Мебуса, там зверьё огромное, не понять, что происходит, надо идти выяснять. Вот вся задача. Они это обсуждают, там все друг перед другом, как бы, вот так вот ходят. Какие все крутые, там, характер он якобы пытается прописать, так называемый автор. Берут они, значит, по Джокеру, это артефакты из второй книги, проще говоря, имба, с которым можно выжить в аномалии, в общем, который отводит пули в стороны и заживляет раны. Ну, и они выходят вот этой вот группой. После того, как карательная группа вышла на тропу войны, начинается вторая глава. По дороге убивают двух контролёров, ну, это так, в порядке вещей, чтобы сильно, как бы, зона не расслаблялась, потому что серьёзные ребята вышли на охоту. Ну, потому что в составе есть человек, которому, в принципе, на контролёров плевать. Также их преследует ни много ни мало 20 человек, а после появляются летучие мутанты, которые похожи на метро 2033. Тем временем, откуда они ушли на базе Дидитки 3, где находится Бейбек, подозрительный туман замёрз, и оттуда повалили мутанты, захватывающие базу. На 71-й странице начинается волейбол с солдатами, я думаю, тут стоит зачитать этот момент. Чёртовы Бэтмены подняли парня высоко в воздух и устроили что-то вроде короткого сета в воздушный волейбол. Только вместо мяча у них был человек, и после каждого паса от бойца оставалось всё меньше и меньше живой массы. Блин, не, на самом деле, ой, ну, фантазия, конечно, у Вячеслава Шалыгина, что стоит отдавать должное. На высоком уровне единственное, что всё это читается как анекдот, потому что не на высоком уровне писательский талант у Вячеслава Шалыгина, поэтому, ну, ничего не остаётся, кроме как только угорать над этими предложениями. Ну, а итогом волейбольной игры является ровно следующее, внимание. Оторванная голова упала неподалёку от уазика и, подпрыгнув, откатилась под машину. Пум-пум. Ну, короче, как бы, слава, ладно, идём дальше. А на 73-й странице интересная штука тоже произошла, там, собственно говоря, наш герой пнул кровососа и тот отлетел на 3 метра. Химуль бы его, конечно, понял. Ну, это в кавычках, конечно, Химуль отлично прописанный персонаж и написан отличным автором. Что происходит потом? Потом военные закрываются гражданскими в цитадели. Оказывается, на территории военной базы было ещё очень много гражданских. Ну, да, это обусловлено первой книгой, потому что там был якобы рынок, где торговцы, одиночки, все это дело торгуют. Ну, и, в общем, все стеклись в цитадель, чтобы обороняться. Начинается третья глава. В третьей главе нам немного показывают героев, которые продолжают путь. Ольга вспоминает, как она попала на второй взрыв ЧС и потеряла там родителей. Потом нам показывают человека, который был в том самом взрыве. Он превратился в мутанта. Нет, не в контролёра. Это некий такой псионик. Он жал погибающих людей. По итогу стал, как я уже сказал, псиоником. Имя ему инженер и помощник у него призрак. Общаются они с помощью мыслей. Ну, у Числава Шалыгина по-другому быть-то и не могло. Это значит, что он находится вот в этом 13 секторе и творит всякую дичь. И там сразу же проскальзывает отсылочка, что на самом деле это был её отец. Догадаться было абсолютно несложно. И никакой интриги это не подразумевало. Есть только для школьников 12 лет. Хотя, я думаю, и учитывая развитие нынешней молодёжи, они бы тоже догадались. У него есть какой-то ключ, который открывает пространство вне зоны и открывает защиту Джокеров. Ну и в общем, вот. Это и вот такая вот штука. Ну, как вы поняли, придумывать сюжет в рамках уже имеющейся информации из игры, видимо, было для автора невозможно. Наступает глава 4. Группа попадает в Шнек. Что такое Шнек? Это что-то вроде гравитационной трубы, которая сродни трамплину, раскручивает и подкидывает жертву метров на 100-200. Потом она свободно падает и разбивается. Пишите в комментарии, в чём отличие от трамплина, если хотите. Но этим дуракам, как всегда, повезло, как пишет автор, потому что у них были Джокеры, и они все в норме. Но только вот единственная Ольга свой Джокер отдала, когда на них напали контролёры в первой главе или во второй. И поэтому она как бы уебалась с этой высоты, но поскольку она упала в грязь, это было не насмерть. В итоге её поправили теми же самыми Джокерами, всё, и отладили все кости, и пошли дальше по узкой тропе. В общем, потому что они в эту ленту Мебуса, в этот 13-й сектор зашли, а это такой продолговатая, такая тонкая линия, там плюс-минус километр-два, и, собственно, легко очень с неё выйти. Механик, собственно говоря, который наёмник бывший, знает, как идти. Они вообще все идут след в след, но она зачем-то начала обходить трактор с другой стороны и пропала во временной аномалии. Ну, как бы, почему нет, надо же какую-то сложность создать, это просто характеризует героев. Ну, то есть, среди них есть талантливые люди, вроде бы как бы имбовые такие, но при этом полные дебилы. Потом она вышла оттуда, почему ей никто не дал леща, непонятно. То есть, ну, как бы, все-таки, ну, ладно, нормально, потерялась, потерялась, вернулась и вернулась, и хорошо. Ну, от никого скандала по этому поводу никто не выстраивал, никто, как бы, ей не прописывал. Ну, потому что она туда пошла, потому что просто захотела обойти с той стороны, хотя в зоне она не первый раз. Бред какой-то. На военной базе, тем временем, полковник Бибик и генерал Остапенко держали оборону, и Вячеслав Шалыгин рассказывал нам, как кабаны оставляют вмятины на металлических воротах. Короче, какие-то огромные металлические ворота, и, собственно говоря, кабаны врезались в них своими мордами, и мордам ничего не было, но при этом вмятины оставались. Ну, по сути, их жизнь зависит от группы Лунёва теперь, как описывает автор. Потом Бибик на крыше, где установлены миномёты, вступил в рукопашный бой с Бэтменами, раскрутив калашников, как мельницу. Бля, ну что, это просто, ну, то есть, я не знаю. И чтобы не быть голословным, пожалуй, давайте прочитаем 146-ю страницу. А строевые приёмы с оружием изрядно подпортили настроение остальным. Мутанты наверняка ожидали... Мутанты ожидали, что человек начнёт стрелять, и были вполне готовы к этому. Летели головами вперёд, выставив костистые лапы. Больше подошло бы слово руки, но ведь руки не бывают костистыми. Бля, да ещё и штопором. Если применять лётные термины. Спасибо. Стрелять в такие небольшие подвижные мишени действительно пришлось бы тщательно целясь, а значит теряя время. Ну, надо просто прямо стрелять, а не всё равно так или иначе под линию огня зайдут. Ну ладно, раз мы уж про бред начинаем рассуждать, ну, как бы логично. Но Бибик, вопреки всем предложениям и пожеланиям мутантов, поступил нестандартно. Он не испугался подпустить монстров на минимальную дистанцию и вступить с ними в рукопашную схватку. Попав в мельницу, которую изображал вращающийся над головой Бибик автомат, двое мутантов получили переломы обеих рук. Ну, как бы на этом можно было по сути чтение данного Шерпотрепа заканчивать. Но, ладно, давайте доведём начатое до конца. Глава 5. Группа Лунёва идёт дальше, сопровождается это всё банальными разговорами. Вячеслав изо всех сил пытается прописать скаута как героя, который то и дело перепирается с Ольгой, показывая свой характер. Видимо, хотелось, чтобы он понравился как бы юному или не очень читателю, но выглядит это максимально неправдоподобно и банально. Потом они проходят сквозь лес жгучего пуха. Опять же, с другой стороны, как мы можем рассуждать, что это книга для детей, если в одной из книг, например, рассказывается про противозачаточные, ну и такие другие взрослые штуки, не совсем понятно. Поэтому, наверное, это всё-таки книга уже для осознанных личностей. Потом они проходят сквозь лес жгучего пуха, и тут хорошо описано, как в жгучий пух попадают бандиты, которые преследуют группу. Это то немногое, что хорошо в этой книге. Лунёв делает засаду из-за стеснённости пространства, остатки преследователей терпят неудачу. Ну, это написано на 164-й странице. Это хорошо, это читать было действительно приятно, жаль, что такого в данной книге мало. После этого они выходят в нормальный лес, а после к идеально круглому озеру, и, конечно, лезут в воду помыться. Потому что, ну, оно подозрительное, поэтому в нём надо искупаться. Хотя знают, что из этого может быть. В итоге огромный 100-метровый фонтан на середине озера появляется, волны которого утаскивают Татьяну. И появляется две огромных змеи, бой с ними на ножах и пистолетах, и гибель Брашникова. В шестой главе они идут через болото, их давят контролёры. Ольга откалывается, контролёры умные, но тупые. И не знают, что ходока 4, а не 3. То есть они почему-то её опознать не могут. Они подавляют волю, подходят к пуленепробиваемых балахонах к сталкерам, и тут-то их закидывают коктейлями Молотова. Ходоки убегают, пользуясь этим моментом. На базе Д3 тем временем предпринимают попытку прорыва, и генерал Остапенко теряют около сотни защитников. Из тех, кто пытался прорваться, остаются 5 выживших. Почему он после этого не застрелился, я как бы не понял. Ну чисто по-офицерски, по-генеральски сделать такой провал, ну как бы он просто начинает дальше жить свою лучшую жизнь. Им, собственно говоря, туда в штаб звонят, и говорят, что подкрепления не будет. И к утру базу сравняют с землёй. Хотите прорывайтесь, хотите нет. Теперь, как бы, говорится, вся надежда на старого, которому генерал Остапенко не поставил чёткой задачи. Ну а тот дурачок, как всегда, получается, согласился на эту авантюру. Ну и где я не прав? Ну и если вы поняли, да, вот эти вот мутанты, они появляются на Д3, и из этого тумана выходят, потому что 13-й сектор работает. Вот такая взаимосвязь получается у всего этого. Глава 7. Ходоки идут дальше, у старого звонит телефон, и на 229-й странице происходит очередной пиздец. Ну то есть идёт разговор по телефону, я зачитываю. Я нем шишис, умолк, похоже навсегда. Пиндык, Тим, Моб, Зару, помотав головой по примеру Татьяны, заявил скаут. Что это за связь у тебя? Какой оператор? Новый стандарт? Кругом столько зверя, что им проще нас разбомбить, чем выручить, вдруг сказала Татьяна. А чуть раньше, нет, я не могу это повторить. И дальше. Короче, и вот, ну, как бы, два взрослых человека, это Бибик и Старый, они общаются на таком языке по радиосвязи, как будто кто-то бы их мог прослушать. Я даже если бы и прослушал, какую угрозу эти люди могут предоставить этим отморозкам, не совсем понятно. Ну то есть, как бы, и около полустраницы или страницы, как бы, идёт вот такое. А Татьяна, как бы, окружающим расшифровывает, о чём эти два еблана говорят. Прикольно, наверное, хорошо, но мне не очень понравилось, извините меня, пожалуйста. Это просто пятый класс коллекционной школы, ну ей-богу. Они, значит, эта группировка снова чувствует контролёров, у Старого включается Читьё, тоже максимально читерское качество. Из-за которого эта сволочь вряд ли когда-то погибнет. В общем, внезапно появляется механика, говорит Старому, как идти, и задерживает преследующих их наёмников. А после погибает. Я вам скажу, где он отказался. Он отказался там, где их атаковали контролёров, которыми сожгли коктейля Молотова. Он там отказался, чтобы кого-то что-то задержать, короче, увести в сторону и так далее. И вот сейчас получается так, что он подсказывает Старому, как выйти из текущего положения. И, собственно говоря, они минуют, значит, вышку, которая делает пси-излучение, но Джокер их защитил. Наёмников ведут контролёры, но Старый всех убил в затылок, потому что все противники таких героев, как Лунёк, они, собственно говоря, должны умереть. Это для него всего лишь НПС, попросту говоря, затылки. Поэтому в затылок он их и убил. Они подходят к входу в этот самый 13-й сектор, они очень долго шли по этой тропе, и вот теперь пробираются, так сказать, святая святых. Там где-то 2-3 кольца зомби и собаки на цепях, как бы, нормально. Они подходят, но тут снова появляется механик. Он уже за 5 минут успел стать зомби полноценным. И он заходит, значит, в толпу зомби, ставит мины, которые брал вначале на базе D3, это описывается. Старый бросает гранаты, и механик с последними крупицами разума вхуячивает эти мины. И они, значит, пробегают вперёд. По итогу, прощание с механиком и рассуждение инженера на 268-й странице, почему он рассуждает так же, как главный герой. То есть там есть такой момент, что он говорит 100 к одному. А 100 к одному у нас говорит во всей трилогии только один человек, это старый. То есть настолько плохое качество написания рассказа, что у нас герои мыслят абсолютно одинаково и даже используют те же самые фразы. Почему мутант говорит 100 к одному и лунёв говорит 100 к одному, остаётся не загадкой, а, скорее всего, минусом писательского мастерства автора. Глава 8. Классное описание дождя и аномалий. В начале главы они идут, значит, эта группа, их иногда атакуют, они выбирают маршрут дальше. В 13 секторе всё как в сказке. Бэтмены вспарывают почву, промахиваясь по ходокам, когда делают очередную атаку. Оттуда лезут черви. Ну, на самом деле всё очень предсказуемо, когда ты это читаешь по тексту и уже примерно знаешь, что будет дальше. После появляются кровососы, скаут собирается по ним стрелять, но старый даёт команду, типа, что не надо по ним стрелять, достает ножи, закрывает глаза и уже фактически по классике вырезает всех кровососов. Да, ему кто-то помогает, стрелок, который видит невидимых кровососов. По итогу, значит, у нас 10 трупов кровососов, зарезанных человеком с закрытыми глазами. Ну и как бы тут даже без комментариев. Потом скаут попадает в трамплин, его подкидывает на сотню метров, он падает, остаётся жив и его уносят бэтмены. Ну, вот эти вот летающие твари из метро 2033. В 9 главе они переходят реку с лавой. А они, это Ольга, Татьяна и мудак. Простите, старый. Доходит до замка, все мосты позади разрушаются, их зовёт Тип, то есть вот этот вот инженер главный. Они проходят через коридор Церберов на цепи опять, чисто, ну, как бы, мои сны при температуре 38. Там отец признаётся Ольге, что он её отец, ну, то есть вот этот инженер. После семейного разговора старый начинает его, как бы, мутузить и тут появляется скаут. Тварям собачья смерть, 335-я страница, есть такая цитата, она мне очень понравилась, в кавычках, тварям собачья смерть. Потом начинается сущий Гарри Поттер, хотя и до этого происходит, как бы, тоже форменный, форменный, просто нецензурная брань. Но, однако, стоит отдать должное, чтобы не обижать фанатов Гарри Поттера, скажу, что это был сущий и сручий литературный пиздец. Да, я это всё-таки скажу. Но наши победили. Ольга со старым заявили злодея, так что его расщепило буквально на частице. Скаут просто полумутант, как выяснилось, потому что, ну, он там появился, он там начал тоже бурагозить, когда вот эта вот драка была. Вот, и инженер, на самом деле, его когда-то там давно подкупил и обманул беднягу. Они, значит, из 13-го сектора оказываются в Припяти, то есть у них получается выйти, ну, как в сказке, там, портал, по-моему, какой-то был, или что-то такое. Ольга по итогу уходит в зону, старый выкидывает кристалл в водоём, где обитает сом огромный из обратного отчёта, вот эта огромная рыбина в озере. Ага, и наступает 10-я глава. В 10-й главе, и по традиции, значит, так же, как и в первых двух книгах, вернулись на базу. Старый, как мы выяснили, конченый тип, потому что у него никаких претензий к генералу Остапенко нет, что тот опять ему ничего не объяснил и послал его, как бы и много там всяких приколов он постричал, просто поговорили по-человечески, как бы попили чайку и потом пошли по домам. Старый в очередной раз послал генерала нахуй и сказал, что зайдёт на выходных за новым таким же примерно заданием, у которого, естественно, нет никакой цели. Скаута, как бы полумутанта обманутого благородно отправили на лечение в дурку, ну а автор книги, вместо того, чтобы последовать за скаутом, он, конечно же, получил хороший генерал, чему я могу просто поаплодировать, потому что, действительно, писать такие книги и зарабатывать, я думаю, неплохие деньги, надо иметь определённый талант. Тут действительно есть такое, даже если у вас нет писательского таланта, вы можете, в принципе, вот такие вот манипуляции проводить, и у вас всё, господа, получится. Ну и в завершение, я забыл сказать, Бибик и Остапенко пособещались и сказали, что хватит, наверное, старого экзаменов, надо дать ему что-то действительно стоящее, посложнее. Я, опять же, просто обращаюсь к автору Вячеслав на Шалыгине, пожалуйста, остановитесь. Куда серьёзнее, куда сложнее. Если это слабые задания, если это всего лишь проверка, то что будет нас ждать дальше? Я надеюсь, что вы больше не писали книг, как бы, хотя бы по вселенной сталкера, и, может быть, у вас началось что-то своё, там, разрослась какая-то всемирная эта, и, возможно, вы походили на курсы писателей, это было бы тоже замечательно знать, слышать и так далее. Без всякой злобы, с действительным, как бы, стёбом, недоумением и уважением к вашему необычному творчеству. В эпилоге Ольга стоит в Припяти, на причале, где обитает Сом, и он выкидывает кристалл, который выкинул старый в это озеро, после бойни, она, значит, видит его, берёт и уходит с ним. Вот так. Ну, а мы теперь приступаем к выводам. Обычно в выводах я сначала рассказываю интересные факты, но интересных фактов в этой книге нет. Самый интересный факт, наверное, скажу про автора, который был выше, я его просто вырезал сюда в выводы. Скаута, как бы, полумутанта обманутого благородно отправили на лечение в дурку, ну, а автор книги, вместо того, чтобы последовать за скаутом, он, конечно же, получил хороший генерал, чему я могу просто поаплодировать, потому что, действительно, писать такие книги и зарабатывать, я думаю, неплохие деньги, надо иметь определённый талант. Тут, действительно, есть такое, даже если у вас нет писательского таланта, вы можете, в принципе, вот такие вот манипуляции проводить. Действительно интересно, что, вот, имеет место быть такая литература. Сюжет и история. Очередное спасение мира, преодоление пика человеческих возможностей во всех смыслах, биологических, нравственных и даже законов физики. Десятки убитых кровососов, причём ножами, сотни погибших людей и мутантов. Стоит ли это как-то комментировать, давать этому какую-то оценку, я думаю, что нет, это всё очень плохо. Атмосфера и стиль автора. Я уже не раз комментировал, когда делал полный детальный обзор и в двух прошлых обзорах комментировал данного автора. Но комментировать писательские навыки Вячеслава, думаю, более не имеет смысла. Как я уже сказал, об этом есть два обзора, но скажу о том, что читать было на самом деле легче, чем две прошлые книги. Знаете, на третий оно как будто ты уже смотришь какой-нибудь отвратительный сериал, но уже привык к героям, привык к посылу, привык ко всему остальному. И просто принимаешь происходящее, потому что больше-то, собственно, смотреть нечего и не хочется переключать. Но я это делал из-за того, чтобы сделать обзор. А так, да, конечно, это очень слабая книга, квинтэнсенция детской фантазии и уровня мышления. Собственно говоря, где-то вот так это всё мне видится. Уровень взаимоотношений, мотивации, логика, как у персонажей, так и у самого автора, очень примитивен и наивен и неинтересен. Не всегда даже продуман. Персонажи. Редкостные сволочи, почти все читеры и больше никак не прокомментировать старый, выдающийся как бы дегенерат. Диалоги. Местами терпимо, местами тянет на работу, но было пару хороших моментов, которых я указал в полном разборе. Боёвка. Я бы её назвал даже шалыгинской боёвкой. Всё летает, всё взрывается. Автор пересмотрел, видимо, Голливуда или даже Болливуда, индийского кино. Ну и, собственно говоря, со всеми вытекающими. Мельница, которую крутит как бы военный и ломает мутантам лапы передние и всё остальное. Вы, в принципе, можете в этих обзорах найти и как бы попробуйте ещё превзойти. Штампы. Встречаются. Куда уж без них. Вся эта книга это сплошные штампы литературные, а если не штампы, то весьма слабое чтиво. Культ особенного героя имеется в полной мере и не только у главного героя. Лучший персонаж в этой книге такого нет, если бы других ещё как-то можно было выделить. Аномалии, артефакты и мутанты. Всё это дело как бы присутствует. Концовка такая же тупая, как у первых книг. Отвратительная трилогия, которой лучше бы и не было. Концовка, ещё раз скажу, она во всех трёх книгах абсолютно одинаковая. Поэтому так. Ну и что ж, скажу. Спасибо, господа, за обзор. Я очень хочу уже на самом деле отойти от полных разборов и оставить только начало и конец, а середину выкладывать на бусти. В пользу случаем благодарю всех своих товарищей и всех своих людей, которые подписаны на бусти. Всем всего доброго, сталкеры. И хорошего хабара.